итак добрый день дорогие youtube зрители сегодня опять снимаю с телефона вебку еще не купил сегодня будем говорить о том как какие просто на примере какие обзоры проплаченные так скажем телефона а какие не проплаченные то есть сейчас смотрим вот канал это вот джентльмена на huawei по 40 про погнали или к местами не распробовал выпустил видео о минусах смартфона спустя месяц разобрался выпустил еще одно видео опыт эксплуатации этого устройства уехал с ним в турцию понаделал огромное количество снимков и спустя несколько недель просматриваю эти снимки и понимая что подобного опыта вопросе камерами не давал еще ни один другой смартфон но как подобает традиции смартфон я продал чтобы купить себе какое-то новое устройство для обзоров как и происходит каждый год собственно они выходили их обозревал и спустя какое-то время начал понимать чего-то мне не хватает от современных смартфонов и потом вспомнил чего конечно же фото возможности huawei по 30 ну давайте просто будем честными что сейчас примерно одно и то же фото по фото iphone samsung huawei может быть до huawei действительно чутка получше но если просто вот фоткать так вот взять с фоткой то обычно обыватель не поймет где лучше поэтому ожидания были высокие особенно ожидания от huawei мейк 30 я думал там будет перископическая камера все будет хорошо на что происходило дальше вы и сами знаете дональд трамп ввел определенные ограничения санкции у компании huawei начались огромные проблемы поэтому я как бы посидел подумал ладно будем ждать по 40 может к этому моменту ситуация как-то прояснится конфликты уляжутся и у нас будет замечательный флагман и вот он у меня в руках дизайн смартфона за это время на самом деле изменился если вы смотрите на него со стороны ну кажется вроде бы плюс минус та же самая концепция на самом деле концептуально с точки зрения вот так их ощущений и вообще первого взгляда он поменялся он не стал лучше он не стал хуже он просто стал совершенно другим это ощущается как сказал тактильно он абсолютно не похож на p30 который держал год назад совершенно другое устройство и когда первый раз включил этот смартфон вот эти вот закругления по краям мне очень сильно напомнили смартфон one plus 7 pro не знаю почему конечно же этот вырез камеры он как бы по-другому совершенно является и воспринимается но тем не менее вот такое ощущение кому он вырез камеру от я владелец samsung galaxy s 10 плюс у меня точно подобная верит камера у меня относительно вот это вот на балдашника небольшой но честно скажу что первые там два дня ты можешь замечать но потом ты перестаешь его замечать но такой большой который в этом huawei это просто какой трэш и не у меня было сам смартфон ощущается действительно очень премиально единственное что прям очень сильно бросается в глаза вот эти вот углы вот эти торцы не наверное сделаны более-менее для защиты смартфона при ударе либо чем-то еще кстати есть еще слух что в следующем году и huawei и другие производители будут закруглять вот эти вот грани на смартфонах и еще сильнее то есть смартфон будет вообще уходить во все стороны закругляться не совсем понимаю практическое преимущество в этом вопросе то есть практически ничего как бы не меняется ты им пользуешься как обычно никаких новых функций не появляется возможно это какая-то новая фишка и веяние в дизайне как вы видите камера в смартфоне выпирает зачем он рассказывал про дизайн дизайн стандартный вот как пошло samsung как samsung с 8 задал тренд вот этот вот за краев так все и пошло смысл было разблагорствовать он бы мог сказать что закрыл закруглены края вот тут немного по снизу тоже закруглены и лежит в руке он более-менее прилично все то есть зачем он столько времени дизайн потратил непонятно сразу видно что какой-то вот видно что немного ему закинули если мы надеваем на него вот родной чехол который в комплекте есть небольшое выпирание отступом конечно не так сильно шатается на столе но тем не менее каждый камон уже давно пора прыгнуть все камеры уже давно выпирает нет такого производитель который не делал выпирающий камер это просто свойство оптики сейчас такое то есть оптика настолько вот именно разрослась что без выпирания камеру уже никуда временный смартфон уже делается вот таким мы можем забыть те времена когда камера в смартфоне была утоплена в корпус и он ровно уложился на поверхность вот такие вот реалии даже средне бюджетные смартфоны и бюджетные смартфоны теперь будет будут выглядеть так и когда мы задаем вопрос а куда же дальше будет развиваться камера ведь матриц это сильно больше не становится ответ абсолютно очевиден камеры будут увеличиваться мне кажется что мы когда-то доживем до того что камера будет просто занимать половину корпуса смартфона потому что на сегодняшний день камера в смартфоне это пожалуй единственный продающий фактор который нормально рекламирует устройство многие люди любят снимать фотографировать делать крутые видосы выкладывают выкладывать все социальные сети поэтому вот как бы так я так вижу вот будущее развития обратите внимание на то как вообще скоропостижно некоторые тренды внедряются в рынок и уходят вспоминайте год назад или даже два года назад компания huawei вела в моду цветные корпуса у смартфонов градиенты вот и ты оттенки которые вообще хаотическим образом переливались на свету и действительно очень весело выглядели и это все пропало вот в этом году все смартфоны выходят керске тичные спокойные вот как п 40 pro он красивый он здесь похож даже больше на жемчуг когда я брал себе это устройство как бы был заявлен цвет как белый типа белый пуховый п 40 но на самом деле он не совсем белый он тоже немножко градиентом переливается и больше похож на перламутр симпатичный дизайн но времена вот этих вот ярких броских оттенков они просто ушли что сразу бросается в глаза у этого устройства во первых на что я обратил внимание вот здесь сверху есть некий датчик изначально может показаться что это инфракрасный порт ну знаете там пультиком управлять кондиционером телевизорами на самом деле оказалось нет это датчик освещения приближения для того чтобы регулировать подсветку автоблокировка смартфона и все как бы вытекающие впоследствии и здесь сразу вопрос а почему же такая огромная вот эта вот камера такое мы уже видели в samsung galaxy s 10 plus кстати тогда я говорил что мне в принципе зашло можно было красиво обыгрывать эту тему интересными обоими но в huawei p 40 pro эта штука стала еще больше она стала шире и сразу так думаешь а почему такое большое расстояние между камерой и датчиком вот этим 3d датчиком и оказывается что тот самый инфракрасный датчик поместился именно между ними поэтому вот такое большое расстояние инфракрасный датчик нужен для того чтобы смартфон мог разблокировать ваше лицо в абсолютно любых условиях даже просто в кромешной тьме и он с этим справляется про на пчел он не показал вот ради эксперимент зашел бы ванну выключил свет и попробовал дикеровку тогда вот то есть ты когда говоришь ты показывай он не стоит вот так на слове это на отлично я могу сразу сказать что из всех android смартфонов разблокировка по лицу у huawei по 40 pro она просто лучшая во первых с точки зрения секьюрности и безопасности как-никак 3d сканирования лица это ничего себе подобное мы видели только в айфоне с файс айди и скорость срабатывания и точность срабатывания он забыл добавить что еще в google пиксель 4 есть такая фишка просто на высоте и теперь ты приблизительно начинаешь понимать почему пришлось делать вот такую вот прореху огромную раньше это было монобровь кстати в том же мэй 30 про монобровь было довольно таки неплохо но раз люди хотят чтобы это все дело как-то уменьшалось приходится как-то обыгрывать но что я могу еще добавить мне кажется что дизайн этого смартфона его внешний вид снаружи вот это вот челочка это какое-то промежуточное решение то есть эта тема будет развиваться дальше это как бы знаете вот реально промежуточное решение через год через два все будет выглядеть то есть видите он так не хвалит и не ругает то есть он такой средний то есть он говорит вот тут-то тут-то кому натуре нормальный ну понятно что там до сканер ну вот этот распознавание лица ну кому ну сказал что бляну большой да не очень эстетично вы я бы сказал вот если бы я телефон делаю руки я бы сказал что этот вырез камер он большой и не очень эстетически эстетично выглядит вот а ну дизайн и дизайн стандартный для всех флагманов ничего такого нет просто можно в двух словах это рассказать иначе они просто найдут способ как спрятать эти сенсоры просто под экраном прежде чем приступать к разбору железяк и прочих особенностей смартфона конечно же переходим сразу к софту и здесь самый интересный вопрос когда вышел этот смартфон сейчас на рынок многие журналисты блогеры западные индийские американские прочие блогеры начали пробовать устанавливать на этот смартфон google сервисы и я тоже начал это делать как бы опробовать пытался установить все дело установилась все работает но работает скажем так не самым наилучшим образом и в один прекрасный момент я понял одну такую вещь что не нужно колхозить но вот если они здесь не предназначены они как бы заблокированы не нужно пытаться как-то все это дело через пень колоду через бэкапы восстанавливать это во первых не очень как бы удобно с другой стороны это не очень стабильно то есть тебя нет никакой гарантии что через день через неделю либо через месяц это все будет стабильно работать что пришлось сделать в моем случае то есть можно ли сказать что на google сервисы можно забить и не обращать внимание и так уж и не нужны нет нельзя такого конечно же сказать каждый человек который возьмет себе смартфон столкнется с тем что ему нужно будет как-то жить в новой реальности знаете 2020 год он в принципе как бы предоставляет нам уникальную возможность зажить по-новому не только в смартфонах а во всех смыслах житейского слова с установкой приложений мне пришлось перелопатить весь свой парк программ и как-то их немножко обновить что-то поменять что-то адаптировать каким образом я это сделал есть два варианта в моем случае через фирменное приложение app gallery который работает по всем стандартам huawei mobile services я установил приложения которые скажем так для меня приоритетно важны с точки зрения безопасности это клиент банк это прочие почтовые клиенты которые ну должны сохранять какую-то секьюрность и пароль и вот из этого приложения установил эти основные программы кстати с большой долей вероятности наверное в каждом регионе в каждом городе app gallery сейчас имеет огромное количество программ первой необходимости то есть ваш клиент банк ваша почтовая программа об этом они побеспокоились то есть я их установил и спокоен что ну вот как бы официальная магазин официальные приложения все будет хорошо завел учетки для сторонних других программ такой второй необходимости я поставил приложение apk pure я о нем уже не раз рассказывал вы просто заходите на сайт apk pure точка ком устанавливаете магазин приложений там у вас есть абсолютно все с обновлениями и здесь тоже вопрос безопасности каким образом сделан у самого смартфона huawei есть скажем так встроенный ну будем это говорить так как для чайников антивирус который проверяет все необходимые приложения которые вы пытаетесь установить из неизвестных источников естественно apk pure является таким источником поэтому приходится заранее когда устанавливаешь это приложение ставить принудительно галочку чтобы смартфон проверял каждое приложение которое вы пытаетесь загрузить на моей практике еще ни одно приложение закачивание этого смартфона не как-то конфликтовала то есть ничего такого не было каждое приложение типа проверялась да по как бы установка и скачивание занимает чуть-чуть дольше времени потому что идет проверка номер типа окей это приложение установить можно она безопасно поехали дальше более того в этом же apk pure вы можете установить себе клавиатуру google клиент youtube google карты и все возможные приложения единственное замечание что некоторые из этих сервисов будут не то чтобы конфликтовать они будут работать но у вас будет постоянно высвечиваться сервисное сообщение о том что на этом смартфоне не работают google сервисы вам необходимо как-то что-то удалить либо что-то поменять поэтому мне пришлось некоторые программы взаима заменить допустим приложение джи борт которая как бы популярная клавиатура я потом заменил на свифтки но после поставил клавиатуру flexi на мне более как бы удобно допустим приложение почты джи мэйл я поменял на май мэйл и короче опять видите он так не говорит что вот там да то что плохо что то есть он не говорит что это плохо что не google сервисом говорит видите вот можно так заменить но давайте вот он ладно он все равно как бы ну такой обзорщик да он знает там обходить давайте честно приходит обычный обыватель магазин я уверен что таких обывателей большинство больше чем этих обзорщиков то есть ему говорят вот хочу huawei смотрит горит а чё нет youtube а там а чё нет google почта мига им говорят ну нет там запретили под санкции вот есть эбгэрли он скажет ну так давайте ну кому ну да ну youtube не да допустим ну какие-то приложения есть там да какие-нибудь сбербанк онлайн в этом герри да вот но допустим взять какие-нибудь игры ну игры не будем брать но вообще там youtube но гугловские карты он скажет я не знаю я не хочу возиться чем не телефон без этих сервис так как он допустим пользовался андроидом он привык допустим вот он привык пользоваться андроидом он где хочу с гугл я пойду самсунг посмотрю к саоми посмотрю еще чем посмотри то есть он обратит скорее всего внимание на другие нет но если ты прошаренный ты там если ты там пришел то понятно но таких меньшинство все-таки даже молодежь я думаю ну в общем с целью вот именно с точки зрения обычного обывателя то что он рассказывает это не целесообразно я бы сказал он мог бы здесь сказать что блин да это плохо но чтобы как бы быть не совсем предвзятым таким да то есть не совсем не совсем как показаться зрителю то что его там завезли на обзор huawei он бы критиковал бы и меньше подозрений но тут он видите он так осторожно лавирует если уж ты обзорщик если тебе не завезли телефон если ты сам купил то бомби по всем параметр то есть там и минусу и плюсу и зачем он так делает еще также поставил приложение spark это на сегодняшний день считается чуть ли не лучше сначала появилась на ios потом оно пришло на android кстати spark делала компания riddle это компания родом из одессы которая входит в топ там чуть ли не 100 разработчиков веб-стор то есть самая почетная компания их приглашают постоянно презентации как instagram живут своей жизнью но есть некоторые приложения которые внезапным образом говорят типа а где твои google сервиса я такой зачем тебе вы google сервисы ты же не относишься никак google в чем дело такой а значит стоит поменять почему стоит поменять потому что все вы прекрасно знаете как обстоят дела с точки зрения китая и сша и никто не знает как вообще обернется там в следующий месяц и ситуация кого еще заблокирует кому еще не дадут возможность использовать эти сервисы поэтому как бы знаете отрезвляет и самая приятная новость в этом всем это то что у смартфона есть nfc но все как бы спрашивали а что же самая приятная новость что у телефона блять там за 70 тысяч рублей есть nfc кому он уже даже у телефонов за 10 тысяч рублей есть nfc проснись ау и там с платежными сервисами и вот здесь нужно отдать должное компании huawei какой скоростью они сейчас все это дело развивает в россии уже есть бета-версия приложения huawei кошелек которая работает с банковскими картами можно рассчитываться онлайн скоро это все дело возможно и появится у нас какой-то наши локальные ну вот опять же да google нет google сервис ну вот google сервис нет android pay ну блин кому google play как они называют ну блин ну камону и действительно это мне кажется для некоторых это станет камнем преткновения для покупки этого телефона просто вот видите он опять не критикует он опять говорит что да невозможно оплатить там nfc есть невозможно оплатить вот возможно скоро поэтому сказал вот я бы если бы не телефон этот допустим если бы я купил вот просто я купил сказал блин вот это фигово то что нет google google pay вот это вот плохо это минус очередной но возможно в скором будущем то есть да но есть такое фигня а вот он опять ничего не говорит а то есть некоторым компаниям запуск отдельного платежного сервиса занимал как бы годы договоренности каких-то вещей huawei в такое нелегкое время с такой скоростью это все адаптирует и внедряет что это просто не не поддается вообще мыслимы немыслимо как они это делают как они успевают вообще все делать но самое забавное другое если в 2019 году при обычном темпе жизни мы такие сидели но смартфон huawei без google сервисов ну типа зачем есть что выбрать каждый месяц появляются новые смартфоны ассортимент огромный сейчас уже абсолютно не так сейчас ну вот видите он сказал что да он бы мог приписать это к минусам но он опять же этого не сделал вы реальные проблемы новинки появляются с большой задержкой некоторые возможно даже вообще не появится и вот прикиньте вот всю ситуацию во-первых экономический кризис во вторых санкции карантин закрытие заводов и несмотря на все эти совокупные проблемы компания умудряется в срок вывести продукт на рынок то есть компании у которых просто было все хорошо в девятнадцатом году просто все гладко этого не могут нормально сделать все уме 10 до сих пор где-то еще едет они все это делают срок это конечно просто респект следующая фишка экрана потому что скорее всего мне кажется что компанию huawei поддерживает государство ну мне так кажется смартфона концепция если бы это было как все частные компании то в любом и бы тоже пришлось так попотеть же не его и цветопередача сильно не поменялось она очень сильно отличается от современных экранов допустим samsung apple либо других компаний которые делают амолит экраны здесь очень нейтральная картинка то есть она не вырви глазная на прям там не перенасыщенная очень спокойно нейтрально все отображается с точки зрения шима опять же я напоминаю что я не тот человек который будет с этими градусниками и специальными приборами вычислять процент шима но могу сказать что ситуацию немножко улучшили по сравнению с п30 потому что в смартфоне ну тут по поводу шима с ним согласен шим мне кажется ну вот многие что там кричат обзорщики шим большой там еще ну кому ну кто вообще из нормальных покупателей да вообще я уверен что 80 процентов покупателей не знает что такое шиши вообще он просто а болят их глаза я не у кого не видел у кого супер амолета у кого глаза болят от него это очень малое количество людей я тоже думаю стоит как то может стоит как-то задевать эту тему но сильно на ней не надо упираться той то есть показал какой же вот сказал что шим большой если вы чувствительны глаза будут болеть все они начинают вот шин там queen тыды тыды сюды ну зачем ну кому вы помните первое видео мне реально было больно может конечно у меня что с глазами изменилось физиологически я стал более здоров но тем не менее ощущаю что я могу спокойно долго читать скан этого смартфона книги кстати прочел вот последнюю книгу джо абер кромби именно седьмую книгу на этом смартфоне от корки до корки 1500 страниц и особо как бы дискомфорта не почувствовал 90 герц смартфоне есть кстати многие говорят что у них этот режим был не включен по стандарту у меня наоборот я включил смартфон у меня был сразу активировал непонятно как это идет выборка то есть можно выбрать 60 герц можно выбрать 90 герц и сразу ходили вопросы где 120 где там основная конкурентная цифра который выпустил да где 120 вот опять же как бы небольшой но минус понятно на 90 они будут экономить батарею если 120 он как взять samsung с 20 или какой-то там real me есть у них по 5 по 6 часов режим работы ну то есть батареи вот опять же этой простой экономик корейская компания и буквально недавно мы уже в новостях с вами обсуждали что глава корпорации холл сказал что они пробовали на смартфоне 120 герц и умышленно отказались от такой герцовки потому что время работы смартфона на их взгляд важнее чем этот раз вот вот я опять же говорю почему ругают вот взять вон класс вот прода новый вот samsung с 20 ультра еще где-то ну все потому что не действительно у них по 120 герц и у них 5-6 часов если раньше там некоторые пользовались там 8-10 часов когда это не был герцов кто сейчас все телефоны создать 120 мегагерцами частоту обновления экрана они все все недолго живут в 90 и 120 и здесь не могу не согласиться время работы действительно он видите опять тут я соглашаюсь да это такой небольшой мин небольшой минус то что вот у конкурентов дано за эту цену допустим самсунга больше там у ван пласт такую же цену то есть вот да там у него за 120 герц а у этого нет ну блин это хреново важнее 90 герц в принципе ведет себя очень даже приятно конечно же это еще зависит и от самого софта и кстати переходим к нему если вы помните видео прошлого года про эмоушен юай я делал очень много там критики этой оболочки за год она очень сильно изменилась это действительно правда изменили шрифт камон сейчас все оболочки примерно одинаковы там ему а иван юай real me ну вот на топу флагманов по крайней мере я уверен что плюс-минус все одинаково то есть я не думаю это может быть на бюджетных телефонах она будет так тормозить притормаживать но к но на флагманах она примерно на я имею ввиду там по скорости работы там по отрисовки анимации изменилась настройка меню все как это выглядит некоторые иконки фирменные иконки приложений по дизайну остались прежними они действительно местами могут выбиваться из общей концепции но вот заметили как очень похоже меню на samsung galaxy ну на он юай вот прям вылитой практически оболочка вот эти вот оболочка она стала более стандартизированной и вообще стоит отметить что многие графические оболочки многих android вылитый сам очень похожи друг на друга и мне кажется что здесь было как раз влияние андроида когда компания google выпускала новое обновление андроида 10 были какие-то определенные гайдлайны которые заставляли разработать смотрите смотрите сейчас я вам покажу то что он листая да а вот теперь смотрите сейчас я пролистаю дело подчихивать под общую концепцию возможно при такой тенденции через год ну и что что и следовало доказать но мы увидим вообще идеальную оболочку android вообще на всех устройствах процессор кин 990 мы уже с вами прекрасно знаем и не раз разбирали то как клёво адаптирует huawei свой софт под собственный процессор с какой скоростью открываются приложения даже в самых бюджетных смартфонов вспоминайте видео huawei p40 lite я там это демонстрировал когда ты запускаешь настройки или камеру на бюджетном смартфоне как вспышка открывается естественно говорить об этих нюансах на самом дорогом и флагманском устройстве нет никакого смысла здесь и так все понятно да кирин 990 это не самый мощный процессор на рынке нет кирин он не мощный да но он лучше чем эксинс 990 вот опять же возвращаясь google сервис можно конечно игры устанавливать не из play маркета но блин но если человек не знает то есть если он такой так скажем начинающим за перешел с айфона ну понятно что он может накачать всякой залог и вот ну тут можно да тут он в принципе скачать не play маркета игру понятное дело что тот же snapdragon 865 с максимальной оптимизации всех приложений это монстр понятное дело что apple создавая свой процессор просто убегает от рынка года на два вперед просто потому что они это могут сделать с точки зрения времени они вовремя как бы одупрились черт подери что ты такое несешь они или правильных инженеров и делают но вот но видно что вот этот человек эпломан у него пользуется айфоном и у него в голове он засел это сразу видно процессорах но что стоит отметить вот что меня порадовало вы знаете все наши отношения к синтетическим тестом antutu бенчмарком и прочим вещам есть единственный бенчмар который на сегодняшний день на мой взгляд может быть полезен это конечно же цепут ротлинг то как процессор себе сразу говорю кирин 990 на huawei нормально то есть где-то минут 15-20 на максималках в любые игры вы будете играть но редкие просадки будут то есть не то есть это и вполне игровое решение идет под нагрузкой этот тест длится 15 минут и в принципе он может вам отобразить какую-то реальную картину того как ваш смартфон будет в среднем работать на всех мобильных приложениях и во всех трудных играх ну не считая какие-то забагованные игры которые в принципе не оптимизированы и этот смартфон можно сказать что он практически не тратят да там есть моментами маленькие провисания которые вообще не критичны но тест на тратлинг 15 минут но он проходит прямо на ура чего я до сих пор не могу понять почему компания huawei второй год подряд делает упор вот на эту функцию костной проводимости экрана то есть если вы знаете у huawei смартфонов флагманских нет динамика звукового то есть весь звук передается и вот это вот херово опять же с точки зрения вот он опять говорит ну давайте послушать через экран сейчас это никак не сказывается на качестве передачи речи то есть действительно ты прикладываешь куху экраны ты отчетливо слышишь собеседника спокойно разговариваешь что через сотовую связь что через мессенджер по вайфай либо по 4g но непонятно почему то есть как бы и не особо это объясняется на презентации то есть не делается прям какой-то конкретный маркетинговый упор типа вот смотрите эта функция лучше чем просто стереодинамики поэтому как бы здесь у меня ответа на этот вопрос может если вы знаете этот ответ на вопрос напишите в коментах вот но смотрите но опять же это с точки зрения ремонт пригодности это минус большой потому что если у тебя сломается динамик да мне кажется его все таки вот он тут находится его легче сделать а это костная проводимость хрен знает какая там у него технология и по-любому она будет в ремонте стоить дороже если что-то случится вот опять он ничего про это не сказал опять наводит на мысль на том что вот это вот как раз таки тем не менее засланный засланец и когда вы слушаете как бы музыку на этом смартфоне через внешние динамики конечно же здесь есть небольшое отставание от стереодинамика в других флагманских смарт ну конечно стерео вот опять видите он опять валил лавирует не говоришь что вот у конкурентов уже всех флагманов по два динамика у него до сих пор один это можно приписать к большому минус допустим громко снята там допустим видео не так смотреть на ютубе то есть он мог бы побольше раскритиковать раскрыть тему но он этого не делает единственный вопрос в том будете ли вы так часто слушать музыку то есть если вы ну кому музыку никто не слушать телефоне а вот фильмы там смотрят или youtube то тем самым парням которые ходят на улице включает музыку на полную громкость чтоб слышали окружающие вот видите он опять начинает лавировать то есть он опять не говорит что это плохо что говорит ну камон ну кому нужны эти два динамика за 70 тысяч конкурентов давно уже два динамика у нас один ну зачем два динамика лучше это костная проводимость которой ни хера никому не нужна я уверен наверное вас эта функция разочарует в остальном как бы норм и теперь самое сладкое так ты покажи в сравнении ты возьми какой-нибудь айфон самсунг там не знаю к саоми вот 10 возьми и посмотрим кто лучше говорить можно чего угодно камера этого смартфона и да я могу констатировать тот факт что с точки зрения камеры этот смартфон улетел от рынка вообще оторвался года на два вперед то как отрабатывает камера этого смартфона это нужно показывать каждому производителю вот знаете в чем особенность есть камера есть огромное количество функций в камере у многих производителей есть много функций но они туда наляпан и просто так вот они есть их запускаешь они вроде как-то работают и работают как-то не как бы не вместе не кучно то есть существует по понятия как алгоритмом работы камера алгоритм обработки снимка и в моем понимании в смартфоне он должен одинаково работать повсеместно во всех режимах вот хуаэ это единственный смартфон почему-то у которого это так происходит включая что ты про режим что ты включаешь слоу-моушн ну стучки ну хуаэ да конечно камеры ну не на два года ушли но уж он опять врет вот зачем он опять врет но они получше чем конкурентов до иногда он мажет с цветами да я смотрел просто обзоры то есть иногда не те цвета показывают но блин ну плюс-минус то же самое ну чутка он полученная мне на два года вперед если пройдет два года взять телефон через два года взять этот huawei это huawei стопудово обосрется и по фото и по видео возможно зачем это как процессор вот он говорил по процессор apple то что он ушел на два года пиздёшь выйдет дракон там дракон 990 и он этот apple a13 бионик разорвет к чертовой бабушке вот 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 где соль не надо говорить того что ты не знаешь зачем он это говорит он бы мог это заменить допустим да вот он такой такой то вот он намного там на два три процента будь мощнее чем там другие марки другие производители видишь общую концепцию как камера отрабатывает на всех у него прям до хера воды я прям он говорит я прям чувствую как у меня вода в уши льется прям у других android смартфонов такого не происходит все уме какого ты запускаешь там режим 108 мегапикселей это один процесс обработки снимка одна цветопередача в авторежиме другая то есть непонятное что-то происходит здесь ты хотя бы уверен что потому что 108 это новые функции и и нужно сначала покатать всегда что-то новое она всегда с какими-то недоработками с косяками понятно всегда все доработано почему тогда в этот это вот этот huawei 108 мегапикселей не засунули я уверен что если бы засунули были бы такие костыли как и там так будет всегда с точки зрения баланса белого цветопередачи плюс минус одинаковый и это можно как бы даже увидеть на отдельных режимов съемки допустим ты включаешь режим диафрагма при помощи вот этого смартфона выбираешь различные режимы бы этой диафрагмы степени размытия и ты отчетливо видишь еще даже не сделав снимок снимок как отрабатывает автофокус как он четко просто отщелкивает в чем ключевая особенность камера этого смартфона в том что здесь важно не только конечный результат снимка а важен еще сам процесс съемки то как ты чувствуешь камеру вот на кончиках пальцев и здесь она прям великолепно передает все ощущения ты четко знаешь как она себя ведет и ты уже понимаешь как будет выглядеть снимок в финале концептуально кстати в камере произошло некоторые изменения потому что huawei решили разделить линейку смартфонов разбили ее на p40 p40 pro и p40 pro а где его симка съемка видео а нету да нету а почему об этом не говоришь да понятно что это кривая технология сырая кастрирована на глюч на недоработок но все же она есть конкурентов он почему-то об этом не говори почему нет 8к съемки даже на сраном exynos и 990 который глючит лагает тормозит есть 8к даже у ксаоми 8к появилась почему он об этом говорит молчит вот потому что телефону заслали можно было там и в минус отнести и вот эта самая крутая функция зума в камере она как бы сохранилась в п40 pro но если вы хотите более лучшую версию этого зума придется собрать плюс версию то есть сейчас в п40 pro значение следующее пятикратный зум это оптический зум десятикратный зум это гибридный зум 50 кратный это полностью цифровой зум хотя по правде говоря я даже за значение 5x дальше уже стараюсь не выходить потому что десятикратное приближение оно ну как бы в редких случаях используется это специальные условия съемки это хороший штатив неветренная погода пятикратного зума хватает с головой фотографии получаются просто изумительные детализация просто ну это не передать словами и это один из немногих смартфонов на который ты фотографируешь а потом эти фотографии можешь нормально рассматривать на большом экране там планшета компьютера монитора и видеть что фотография не рассыпается она красиво выглядит ее реально можно использовать можно делать постобработок это очень клёво ну и отдельно конечно стоит поменять эти все финтифлюшки типа slow motion а мы выходили в чисто поле как говорится снимали slow motion видео замедление в 32 раза в двести пятьдесят шесть раз конечно на экране самого смартфона это все выглядит прям вау ты сможешь такой ну да для социальных сетей для выкладывания таких видосиков это прям можно сделать неплохой замедленную съемку уже у всех есть вот эффект склепать какое-нибудь хорошее видео красиво все выглядит и вот еще один важный параметр по камере ночной режим мы часто о нем говорили многие производители пытаются внедрять свои смартфоны ночной режим чем интересен хобби по 40 pro он интересен тем что здесь как бы есть ночной режим но в большинстве сценариев вам даже не придется им пользоваться потому что просто автоматические настройки камеры в темноте настолько вытягивают снимок ночью и в темное время суток что ты как бы вообще как бы не берешься за этот ночной режим я сделал эксперимент я спустился в доме в погреб там не было вообще света вот чтобы вы понимали что такая кромешная тьма вот просто нет источников света под землей я запускаю обычную камеру делаю снимок я запускаю камеру ночную делаю снимок вот вы можете посмотреть на результат пиздеж наглый пиздеж если нет света вообще нет света вообще то есть абсолютно кромешная тьма ни один фотоаппарат ни один телефон без ночного видения вообще ничего не будет видеть я пробовал я пробовал на самсунге на своем была кромешная тьма тьма тьмущая ничего общения я сфоткал и в следующем видео или в этом я выложу если она осталась или следующем видео я покажу вам как это работает когда ничь зачем кому он льет лапшу на уши вешает фотография немножечко зелененькая это ночной режим там где кирпичи белые это обычный режим ни одна оптика без попадания света на предмет читайте законы физики не способна если без вспышки но может быть какие-то супер шпионские камеры который там агенты фсб но это но телефоны ну не так он зачем он это делает в кромешной темноте то есть ни один смартфон в таких условиях не сможет вообще ничего вам выдать вообще ничего здесь вы получили фотографию с которой реально можно работать по съемке видео нужно знать один интересный нюанс если вы хотите снимать в темное время суток вам придется поиграться с разрешением и с частотой кадров потому что когда вы включаете там 4к 30 кадров либо какие-то такие высокие разрешения камера начинает включать алгоритмы подавления шумов и в темное время суток это может как бы негативно отозваться на качестве видоса как только вы переключаетесь на full hd 30 либо 60 кадров у вас темноте получается вполне себе неплохие видосы хотя мне кажется что huawei еще с этой камеры с обновлениями выжмет именно видеосъемку потому что еще есть куда расти хотя видеосъемка сейчас на смартфон это как бы это еще тяжелее чем фото если фото все там научились в ночной режим в боке в прочие вещи то видео мало кто научился делать если у вас какой-то смартфон с ночной съемки там samsung новый huawei там one plus вы зайдите в туалет выключить свет и просто сфоткайте я уверен что 99 процентов вы получите просто черный снимок даже в ночном режиме вот и видоса особенно при плохом освещении здесь есть над чем работать но тем не менее в принципе камера со своей стабилизацией со своей картинкой со своей цветопередачей вот прям то что нужно не перекрашивает не делает ядерные какие-то облака просто красивое спокойное видео обычный видеопоток который можно вполне себе использовать даже на монтаже на компьютере то есть камера этого смартфона это реально улет вот реально улет я вот этот смартфон просто буду с ним ходить как как с фотоаппаратом не даже сим-карта в нем не нужно будет просто вот в одной руке один смартфон для связи в другой руке другой смартфон для фото и видео вещей сэлфи камера здесь год назад я делал утверждение о том что лучший сэлфи фон камера фон это google пиксель почему больше объясним а там джек м фирменный джек м работает на основную камеру он еще и на сэлфи работал и выдавал просто потрясающие результаты теперь его место на первом месте как бы смещено huawei сэлфи камерой но здесь да здесь у них фронтальная камера офигенная просто действительно базарный здесь делает просто какие-то невероятные снимки невероятная детализация главное отключать эту бьютификацию вы получаете просто потрясающий сэлфи снимок он кстати многим зайдет есть интересная функция ночного режима сэлфи снимка когда он использует свечение экрана в качестве подсветки и потом вы можете как бы такая хитрость включаете ночной режим он подсвечивает потом переходите в режим портрета и он сохраняет эту белую маску в качестве подсветки вы делаете крутой портретный снимок без алгоритмов ночной съемки записи звука на смартфон huawei p40 pro сэлфи камера сейчас мы заценим как он справляется с этой задачей в хороших солнечных условиях здесь правда очень сильно ветрено может немножко шуметь но заценим за по времени автономной работы мне удалось выжать у этого смартфона 15 часов воспроизведения видео в full hd в формате по вайфаю в ю тубе нормально хорошо держит да это кстати до сих пор один из самых долгоживущих смартфонов но он долгоживущий наверное даже не с точки зрения объема аккумулятора просто то как компания huawei обрезает фоновые процессы в работе многие наверно слышали об этом бывает такое ставишь какой-то вообще энергосберегающий режим то тебе даже уведомление не придет смартфон просто все режет чтобы сохранить энергию одну это для кого-то плюс для кого-то минус то есть это можно было отнести такой плюс-минус так скажем взял как-то нужно посмотрел уведомление пошел дальше в обычном режиме даже при 90 герцах смартфон выдает потрясающий результат автономной работы вы конечно же зарядка фирменная зарядка блочок питания у него он просто подзаряжает смартфон ну так покажи режим работы чё что если ты чё ты ты с ним походи пою за его ты нам покажи зачем ты на славу горит я могу на славу говорить что мой самсунг гадал давность гадовал давности живет там 6 часов 7 8 часов экрана или 10 глаза подключаешь и смотришь как процент раз два три он растет просто с какой-то небывалой скоростью в общем это были первые впечатления смартфоне huawei по 40 pro как вы понимаете придется еще делать наверное опыт эксплуатации и так в конце этого видео завершая хочу сказать что но это такой обзор так себе на самом деле то есть ведь он не критиковал вообще то есть где есть критика он ее сглаживал то есть он говорил ну там то то но она не нужна зачем тебе это нужно то не нужно не нужно но плюс он конечно возводил то есть это явно такой обзор предвзято такой вот ну понятно что какой-то купленный обзор вообще не он вообще не при один минус сказал не может быть такого не может у у всех вещей есть свои минус в том числе у телефонов вот что хочу вам сказать то есть да ну блин ну не стоит вот вот если человек прям берет телефон и рассказывает про него прям плюс вот прям вот то 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 там плюс у него тот 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 плюс 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 одни плюсы а когда есть минус он и опускает он говорит ну зачем это не надо это там есть но оно не нужно но это явно видно что не то если человек сам купил свои деньги хочет сказать правда фоль он прям херач ты плюс и минус рассказать ну явно не стоит такие обзоры смотреть и еще хотел в конце видео сказать про обновление ну допустим да у меня сейчас допустим какой 10 android стоит давайте вот конс касается компании apple да допустим говорят вот там обновление идет 10 лет одного телефон там вот старый телефон кому он вот смотрите пример вам пристал простой на ногу касаемо android да допустим вы купили вот я купился до samsung galaxy здесь начинался он с android 9 года 234 он сдохнет этот телефон я его скорее всего поменяю спустя это время но задается вопрос будет ли не актуальным через три-четыре года android 10 ни хрена если до сих пор некоторые приложения поддерживают 4 android а 4 android это какой год это 2015 где-то то есть отсюда вытекает логика то что обновление android то есть это по сути это с точки зрения какого-то польза то есть стандартные какие-то приложения там типа вот ватсап они все до сих пор идут на четвертом android хотя это очень старый android очень древний и вот отсюда вытекает один такой вопрос является ли это преимуществом то есть за то время что android устареет допустим вас вы купили какой-то бюджетник у вас часто и 10 android пока что выйдет допустим когда станет 10 android не актуальный к этому времени ваш телефон уже давно сдохнет 20 раз вот и здесь напрашивается вопрос а стоит ли вообще эти обновления такие такого шума как apple вот у нас обновление вот мы старые телефоны поддерживаем ну какой ну поддержат они старт или фону блин и живут они у них намного дольше чем бы допустим вот там допустим что android был бы там союз 10 он был я уверен что он бы и жил дольше по автономности и глюков меньше у него было они делают новый android новые аэс мы скакивает и потом батареи у него говницы он начинает ну более-менее не так уже быстро работать одну в том-то и смысл том что пока ваш телефон ваша операционка на которую ваш телефон застрянет он станет не актуальна эта операционная система ваш телефон не доживет просто такого времени либо вы уже его поменяете вот просто сейчас телефон ну я хрен знаю но у меня такая логика мне так кажется что просто вы так долго с ним проходится отсюда выскакивает другой вопрос актуально ли это все зачем эти обновления все все приложения вот нужно которым пользуется основная масса они просто все будут поддерживаться до сих пор я уверен у играм может быть будут больше сложнее но в общем вот такой смысл вот а следующее видео я вам покажу где честь на обзор где чувак рассказывает все плюсы и минусы сразу видно что это не заезжий на обзор то есть нет ни ему не завезли телефон все в таком же в таком случае спасибо за просмотр всем доброго до свидания спасибо за просмотр всем пока Субтитры создавал DimaTorzok